Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас на урок математики. Мы с вами также продолжаем изучать раздел «Рациональные способы вычисления». Тема урока «Закрепление. Порядок действия в выражениях». Цель урока – научиться применять правила порядки выполнения действий в выражениях. Вода – наше богатство. Без воды не было бы жизни на земле. Там, где нет или мало воды, люди роют колодца, каналы, водохранилища. Водохранилища – это искусственный водоем, образованный в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды. В целях ее использования в народном хозяйстве. Сегодня мы с вами закрепим знание порядка действий в выражениях со скобками и без скобок. Рассмотри картинки водохранилищ. Мы должны найти значение выражений, правильно определить порядок действий в выражениях. И по значению выражения определим, какое водохранилище изображено на каждом рисунке. И соответствующий наибольший ответ будет являться самым крупным. Сейчас, используя таблицу правила вычисления, мы с вами повторим, как выполнять вычисления, когда в выражении содержится несколько действий. Сначала мы выполняем умножение или деление по порядку, потом сложение или вычитание по порядку. В этом выражении мы выполняем первое действие умножение, второе – вычитание, третье действие – сложение. В произведении чисел 2 и 9 промежуточный ответ запишем сверху. Затем выполняется по порядку слева направо. Второе действие из 100, вычесть 18, запишем промежуточный ответ над вторым действием. Третье действие – сложение. Значение выражения – 84. В следующем выражении мы выполняем сначала первым действием умножение, затем деление, третье сложение, четвертое – тоже сложение, прибавляем частное чисел 10 и 2. Значение выражения – 43. Давайте вспомним, как выполняется действие в таком выражении. Сначала выполни действие в скобках, затем умножение или деление по порядку, потом сложение или вычитание. В третьем выражении мы выполняем действие в скобке. У нас в скобке два действия. Первое умножение, затем сложение. Затем мы выполняем вычитание, запишем промежуточные ответы, значение выражения – 26. Итак, мы нашли значение всех выражений. Бухтарминскому водохранилище соответствует значение 84. Бухтарминское водохранилище расположено на территории Восточно-Казахстанской области, образованной плотиной на реке Ертез. Капшагайское водохранилище. Капшагайское водохранилище – местонахождение в Алматинской области, было создано для регулирования реки Иле. Шардаринское – местонахождение Южно-Казахстанской области, расположено на реке Сардаря. Самым крупным является Бухтарминское водохранилище. Ему соответствуют самые наибольшие значения выражения. Все мы знаем, что вода используется человеком для питья и мытья, для орошения полей и садов. Много воды идёт в производство, и мы должны беречь и охранять наше богатство. Предлагаю вам решить простую задачу. В бочке 40 литров воды, а во фляге на 15 литров меньше. Сколько воды во фляге? Задача говорится о воде. Известно, что в бочке 40 литров воды, во фляге на 15 литров меньше. Надо узнать, сколько воды во фляге. Чтобы ответить на вопрос задачи, надо из 40 вычесть 15. Давайте запишем краткое условие и решение задачи. 40 минус 15 равно 25 литров. Запишем пояснение во фляге. Ответ 25 литров воды во фляге. А сейчас решим похожую задачу и сравним задачи. В бочке 40 литров воды, что на 15 литров больше, чем во фляге. Сколько воды во фляге? Запишем условие. И мы будем использовать те же слова. Обратите внимание, у нас все данные относятся к одному слову действию, что на 15 литров больше, чем во фляге. Ребята, такие задачи относятся, где вопрос стоит в косвенной форме. В задачах нужно разобраться, что именно больше или что именно меньше. Подсказкой могут служить слова. Что на несколько единиц больше или меньше. Это на несколько единиц больше или меньше. Запомните эти слова. Они предупреждают, что эти задачи не простые, а косвенные. Надо быть очень внимательным при её решении. Итак, в решении запишем 40 минус 15 равно 25 литров во фляге. Ответ. 25 литров воды во фляге. Давайте мы решим ещё одну задачу. В бочке 20 литров воды. Тимур полил два саженца возле школы. На полив одного саженца уходит 9 литров. Сколько литров осталось в бочке? Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? Нельзя. Что надо узнать сначала? Сначала нам надо узнать, сколько воды ушло на два саженца. Что значит на один саженец 9 литров? Значит, два раза по 9 литров. Что надо узнать потом? Сколько литров осталось в бочке? Сколько действий нужно выполнить? Правильно, два действия. Это составная задача. Составим краткую запись. Реши задачу под действием. Проверь себя. 2 умноженное на 9 равно 18 литров. Запишем пояснение на два саженца. Второе действие. 20 минус 18 равно 2 литра. Запишем выражение. Мы должны из 20 литров вычти первое действие, сколько ушло на два саженца. 20 минус в скобках 2 умноженное на 9 равно 2 литра. Ответ. 2 литра осталось в бочке. Выполни следующее задание самостоятельно. Определи порядок действия в выражениях. Найди значение выражения. Поставьте на паузу. Проверь себя. Наш урок окончен. Пришло время подвести итоги. Мы с вами закрепили знание, как находить значение выражения со скобками и без скобок, содержащих два-три действия и определять порядок действия. А также вспомнили, как решать простые и составные задачи. Оцените свою работу на уроке. Выберите соответствующую капельку твоему настроению. Урок прошёл удачно. С заданиями я справился успешно. Я очень доволен собой. Сегодня на уроке не все задания оказались лёгкими. Мне было трудно, но я справился. Я доволен собой. Задания на уроке оказались трудными. Мне нужна помощь. Молодцы! Надеюсь, вы справились. До свидания!